Коцевели. В этом удивительном месте 90 лет назад зародилась новейшая для мира наука – физика моря. Тогда академик Василий Владимирович Шулейкин заложил фундамент для исследований, которые и сегодня изучают ведущие ученые страны. В Южнобережном поселке проходит конференция, посвященная проблемам морей России. Море для России имеет особое значение экономическое, климатическое, какое угодно. И исследования морей чрезвычайно важны. Поэтому время от времени специалисты собираются и обсуждают результаты, которые достигнуты за последнее время. Мне кажется, это очень важно. И очень важно, что это происходит в Крыму. И действительно, в Крым приехали ведущие умы страны. В конференции принимают участие более 160 ученых и практиков из 63 научных организаций России. Специалистов в области географии, геологии океана, биогеохимии, морских информационных систем и морского права. Среди них признанные мировым сообществом лидеры исследований в области океанологии и физики моря. Это очень хорошая конференция. Институт, в котором мы проводим ее, это Морской гидрофизический институт. Это очень известный институт по своим исследованиям, как в старые советские времена, так и в новые времена. Он быстро преобразовался, быстро перестроился и становится, как был, так и будет, очень важной структурой для России по изучению морей. Впервые за долгое время в Коцевеле снова многолюдно. 18 сентября Министерством науки и высшего образования России подписан поистине исторический документ, открывающий новые возможности и дающий новый импульс отечественной науке. Исторические Коцевели, вот здесь Морской гидрофизический полигон, это всегда было экспериментальное отделение Морского гидрофизического института. В силу разных исторических причин мы были разъединены и разъединены в два института. Вот с 18 сентября мы представляем единый федеральный исследовательский центр, поэтому мы решили, что правильно будет открыть эту конференцию здесь, в Коцевеле. Вы знаете, какой это был период сложный для нашей страны. Вот мы надеемся, сейчас он прошел. Вот и сейчас в связи с реорганизацией, с теми реформами, которые происходят в Академии наук, вообще с российской наукой, я думаю, сейчас будет ренессанс для этого места. А место это по-настоящему уникальное. Именно здесь находится старейшее академическое гидрофизическое заведение в России. Небольшой научный городок в Коцевеле появился в 30-х годах прошлого столетия. Тогда, по решению правительства СССР, в Крыму была открыта Черноморская гидрофизическая станция, которая стала первым в мире научно-исследовательским учреждением подобного типа. В 1953 году по проекту Василия Владимировича Шулейкина в Коцевеле соорудили большой штормовой бассейн кинематики и динамики для изучения ветровых волн. Сложное гидротехническое сооружение в форме кольца. 21 огромный вентилятор нагнетал воздух в канал и создавал непрерывный ветер, вызывая бурю в стакане воды. Кольцевой бассейн позволял разгонять волну от самых минимальных размеров, от волн Ряби, до максимальных, до волн разрушений, когда штормовая волна обрушивалась. Изучение динамики этих волн было здесь выполнено, вот на этом кольцевом аэродинамическом канале. На этом штормовом бассейне или гидротинамическом канале было смоделировано морское волнение, изучены все его характеристики. Кинематика – это орбитальные движения от частиц в морской волне. В центре стакана расположилась башенка, выстроенная в неоклассическом стиле под руководством архитектора Алексея Викторовича Щусева. К слову, именно он создал памятник-усыпальницу на Красной площади у Кремлевской стены и здание Казанского вокзала в Москве. В конце 80-х годов уникальное гидротехническое сооружение пришлось законсервировать. Из-за подвижки грунта фундамент шторм бассейна дал трещину, и его эксплуатация стала небезопасной. Есть в Коцевеле и еще одно исключительное сооружение – океанографическая платформа. Подобных ей нет не только в Черноморском бассейне, но и в Средиземном море. В ее основе было решено использовать подлежащие утилизации секции буровых нефтяных платформ. Специалисты Морского гидрофизического института потратили на демонтаж секции один год, и только в феврале 1979-го первая секция была установлена в Голубом заливе на глубине 25 метров. Еще год заняло строительство надстройки. И, наконец, 7 мая 1980 года океанографическая платформа была сдана в эксплуатацию. Построен еще, когда директором института был здесь Борис Алексеевич Нелепо. Это его идея – построить платформу, которая давала возможность в прибрежной части ввести непрерывные наблюдения, непрерывные измерения гидрофизических параметров морской среды. И сегодня на океанографической платформе выполняется большой круг научно-исследовательских работ. Черноморская гидрофизическая станция стала родоначальником морского эксперимента – площадкой для испытания морских приборов. И сегодня у этого места открываются новые возможности. В нашу программу развития мы эти идеи и закладывали. С тем, чтобы объединить потенциал фундаментальной науки академической с потенциалом морского приборостроения и проведения морских экспериментов. А в этом плане полигон – идеальное место для того, чтобы стать такой площадкой экспериментальной для изучения не только Черного и Азовского морей, но и для других морей Российской Федерации. Потому что, так сказать, проблемы-то общие, а вот их отработка, подготовка к экспедиции – для этого идеальное место в Кацевеле. С нашим возвращением в Россию развитие института, оно движется просто вот то, что называется семимильными шагами. Мы восстанавливаем структуру, мы восстановили экспедиционные исследования. Мы восстанавливаем сейчас хорошее отношение с университетами, с тем, чтобы молодые люди получали хорошее образование и приходили работать в российские институты. Я уверен, что это произойдет. Поэтому я хочу просто выразить уверенность и заявить, что пройдет совсем немного, несколько лет, и все увидят, что мы действительно делаем научные исследования мирового уровня.